Использование автомобилей в городе должно быть разумным. Далеко не всегда машина действительно необходима для передвижения по городским улицам. Об этом пытались напомнить участники акции «День без автомобиля». Правда, разделить их энтузиазм смогли не все. Дождливая погода не способствовала пересадке на велосипед или другой альтернативный вид транспорта. Загруженность дорог, к сожалению, не улучшилась. Осталась на уровне обычного рабочего дня. По словам госинспектора по пропаганде дорожного движения Екатерины Чернышовой, статистика аварийности на дорогах в сентябре заметно увеличилась. Поэтому такие мероприятия необходимы, чтобы как минимум воспитывать взаимное уважение всех участников дорожного движения. Раздаем светоотражающие элементы, чтобы люди использовали их в темное время суток. Также сегодня желательно пересесть с автомобилей на более другой транспорт, велосипед или самокат. Погода не позволяет все равно это сделать. Профилактируем данное направление. В акции приняли участие активисты Щелковского отряда юных инспекторов дорожного движения. Они в этот день также напоминали прохожим и водителям о необходимости соблюдать ПДД. Я всегда за, чтобы дороги были безопасными и чтобы было здоровым население наше. Всегда они должны соблюдать правила дорожного движения. Это очень важно для их безопасности и безопасности других людей. Дни без автомобиля с 2000 года стали проводиться по всему миру в течение недели с 16 по 22 сентября. Впервые акция стартовала в Швейцарии в 1973 году. Власти этой страны призывали отказаться от своих машин на 4 дня в связи с топливным кризисом. В России акция проходит с 2008 года.